Девушки отдыхают О Костеревских историях И сегодня я, наверное, эту тему завершу Потому что, когда еще раз предоставится возможность с вами пообщаться Я предполагать пока не могу Дел полно, сами понимаете, живу в деревне А тут ведь как в деревне-то, да? Забор покосился, надо поправить Забор поправил, баня покосилась, надо поправить Баню поправил, что-то еще Крыша потекла, надо перекрыть Крышу перекрыл, а там уж опять и забор повалился Надо опять править И вот такой круговорот дел То огород, то посадки Потом еще вот тут зимой я занимался изготовлением всяких синичников, дуплянок У меня были остатки досок от стройки И чтобы не сжигать их в печке Я решил их пустить в дело Настроил всяких синичников Маленьких дупляночек И вот с наступлением половодья На лодке, на ту сторону, в лес Бегал, все это дело для птичек развешивал Тоже занятие, хотя в принципе некоторые его вообще не поймут У меня приятель посмотрел Говорит, тебе делать что ли нечего? Нафиг ты этим занимаешься? У тебя вон газификация подошла Тебе уже пора газом заниматься А ты тут бегаешь, дуплянки развешиваешь Ну, газификация, газификация Печка-то есть, зимой-то мы не замерзнем А птичкам все-таки туговато Хотя, конечно, в природе мест для гнездования немало Но помочь-то тоже не грех Так вот, сегодня у нас ветрища Снег утром пробрасывало Температура всего 2-3 градуса Дождь льет Вон там под застрыху так подливает ветром Что аж вот на второй этаж Я же собрал сейчас на второй этаж Оделся потеплее У меня тут холодно У меня же здесь нет отопления Только на первом этаже Вот, но на первом этаже сейчас темно Поэтому вот здесь вот гораздо удобнее Тут и свет в окно И лампы у меня И рисую я здесь У меня все вот освещается, если надо Вот, тут у меня такая художественная мастерская небольшая Тут у меня и компьютер второй есть И диванчик есть, где полежать И телевизор, и приемничек послушать В общем, такое место для отшельников Возвращаясь к истеревским историям Я уж не помню, на чем я там закончил Но, скорее всего, я помню, что это была предпоследняя история А последняя история, наверное, будет о том Как я попытался несколько лет назад Может быть, года 4-5, я уже точно не помню В эти края вернуться Опять походить там Посмотреть, что к чему да как Пожить, поохотиться Вот, хотя, естественно, но Вот за этот период, там, с 93-го года Я туда несколько раз ездил Во-первых, несколько раз я ездил в гости к Шимкову Во-вторых, несколько раз я ездил с друзьями Туда на открытие летней осенней охоты Поохотиться, порыбачить, отдохнуть Такие поездки у меня были И вот, несколько лет назад Когда уже у меня тут Дело было совсем плохо со здоровьем Куда-то ехать я не отважился И думаю, ну что мне тут, да, вот туда До Петушинского района Мне где-то километров Ну, в пределах сотни по трассе Ну, и там в лес свернул Место у меня там было такое Нагуленное, намоленное На сеньги Решил я туда пробраться Построить там какой-нибудь балаганчик И заезжать туда охотиться Ну, вот не так, чтобы утром уехал Вечером приехал, да Там сто, двадцать, сто тридцать километров Туда-обратно Ну, много ли я там на охоту Поэтому туда надо было приезжать На несколько дней Естественно, значит, ночевать Для ночевки нужно было построить Какое-то жилище Ну, сейчас-то я уже человек многоопытный Я знаю, какое жилище мне потребуется Чтобы там переночевать Две, три, четыре, там, ну, пять, семь ночей, да Потом спокойно сесть на машину И уехать домой Отъедаться, отогреваться и отдыхать Потому что, сами понимаете Любая ночевка в лесу Она, ну, какой бы она комфортной Как казалось бы ни была Она все равно менее комфортна, чем ночевка дома Ну, вот Все я это взвесил, обдумал Место было намечено И вот я где-то, наверное, в августе месяце Решил съездить туда на разведку У меня в тот момент был полноприводный автомобиль Хонда Хрюшка, так называемая, трехдверная Ну, не весть какая проходимость С Нивой, с УАЗиком, конечно, не сравнишь Но, все-таки, где-то что-то можно было и пролезть Если, конечно, к этому разумно подойти И вот я туда поехал Во-первых, я удивился изменениям Сразу на въезде в лес Там появилась асфальтированная дорога В поселок этих лесорубов К поселку Мозштамп Вообще, раньше на нее сворачивали Она грунтовка такая убитая была А тут я свернул, еду по асфальту Думаю, ну, ничего себе Может, я так по асфальту-то уеду вообще Куда-нибудь на белую дорогу Нет, с асфальта мне пришлось съезжать Попал я абсолютно в старые условия Лес угадывался Да, память у меня зрительная неплохая Вот я ехал и понимал, что да, вот тут я еду Все, да, вот она эта труба Вот я поднимаюсь к бывшему лесничеству Которое много лет назад сгорело Оно еще, наверное, сгорело в 90-х И дальше очередной этап пути Это мост через Сеньгу И въезд в угодья А угодья это Они же после того, как мы там работали с Шимковым Они потом были отданы в частное владение Какой-то там ОАО, инженеринг Что-то, я не знаю Или с железнодорожным транспортом что-то связано В общем, они были участников Потом частники У них лицензия на право пользования объектами животного мира Видимо, закончилась Что-то с ними не продлили И угодья перешли в угодья общего пользования В общем, это... Тогда еще, наверное, было 450 рублей путевка Сейчас уже 650 А может, уже и 650 было Не помню Это не суть важна Естественно, путевку я туда купил Вот, и вот поехал на разведку Проехал лесничество Выезжаю вообще уже на хорошо знакомую мне дорогу И вижу на дереве висит табличка Такая импровизированная Мост через Сеньгу разобран А другого пути туда нет Да ну, может, он там висит уже неделю Может, год Поеду Хотя вроде табличка новенькая совсем Думаю, поеду, посмотрю Подъехал Мост действительно провалился Развалился Мужики там какие-то стояли Я с ними разговорился Они сказали, что ехал лесовоз И мост провалил И теперь вот эти вот лесорубы Которые работают в этом лесу Должны этот мост восстанавливать будут Но сколько на это уйдет времени Непонятно А у меня, сами понимаете Осень-то она ведь не вечная Да? Мне как-то бы побыстрее бы обустроиться И уже пораньше бы начать Походить везде Пока нет еще снега Ну, полазить Где-то что-то Как-то Обжиться же надо Может, где-то рыбку половить Посмотреть Где водятся бобры Где водятся андаторы Которые там раньше тьма была Может, норка какая-то есть Куда с собакой сходить Какой зверьек Где, как В общем, ну, понятно, да Что если охотник приехал в угодья В которых он там, может быть, неплохо ориентируется Но там давно не был То ему надо сначала все обойти И все посмотреть Что к чему и как И где И что? Получилось так, что заехать в угодья я не могу Думаю, ну, раз уж я приехал Я хотя бы какую-то Вылазку-то разведывательную туда сделаю И вот я тут в сторонку съехал В сторону Клязьми Поставил машину Попил чайку Собрал вещички Путевка есть Ружье на плечо А перейти-то там сложно И там такое дерево Толстое Оно вот как-то упало там Странно И сучки торчат И в общем, я думаю Вот по этому дереву-то Перейти-то можно Только там надо С шестом идти Потому что Ну, баланс держать С рюкзаком С ружьем Там ветки торчат За что-то зацепишься Туда ухнешь А там, ну, в общем-то До воды Ну, понятно, что Может быть, насмерть-то не убьешься Ну, измочишься Испачкаешься Там сеньга протекает Грязно там Все это в связи со сломанным мостом Там бревна валяются Ну, я быстренько нашел Шест такой Метра, наверное, три с половиной Срубил его И спокойненько на ту сторону перешел Шест кусты спрятал И почапал И вот почапал я, конечно Тем самым путем Которым я много-много лет назад Ходил туда на базу И таскал вот эти вот продукты И вот эта вот поляна На которой я тогда ночевал И чуть не замерз По весне, в апреле Поляна вся уже заросла Кустами, деревьями Поляна уже так только Намек какой-то угадывается А так все, ничего нет Правда, вот аншлаг стоит Берегите лес от пожара Естественно, он уже другой Лавочки там стоят В общем, так все это угадывают И лес Главное, вот этот вход в лес В наше угодье Он не изменился вообще ни капельки Вот эти Только деревья стали старше И вот, представляете И взяла меня Какая-то непонятная тревога Тоска Да, наверное, ни тревога, ни тоска Какое-то непонятное чувство Я шел по этой вот песчаной дороге Смотрел на эти деревья Которые вдоль дороги стоят Иду Понимаете, вот мысль Она вот прямо вот Вот она проклюнулась откуда-то оттуда Из глубины сознания Ведь эти деревья Помнят меня совсем молодым Ведь пацан же бегал, пацан А сейчас идет уже больной старый человек А деревья как стояли, так и стоят А слава богу, их не спилили Все узнаваемо Все Просеки вот эти, ксеньги вправо Развилка дорог Северные позиции Узнаваемо все И вот я вот в такой меланхолии Иду по этой дороге И задача у меня, конечно Была дойти до озера Находное Но это, в принципе, конечно, очень далеко Обратно я намеревался вернуться другой стороной сеньги Там дорога покороче Думаю, ну пройду там И вот этот вот участок Я тут эту трубочку перехожу И дальше там такое было место Такие ельники стояли И был поворот на Клюквенное болото И вместо всего этого Открывается передо мной Огромная делянка Выпилено абсолютно все И делянка это вот так вот, знаете Как богатыри на картине Вот так вдаль посмотришь И только где-то там на горизонте И только где-то там на горизонте Виден вот край этой делянки Прошел я эту делянку Пошел туда дальше А там дорога разбита настолько Что даже на своей хондочке Я, в общем-то, дальше этой делянки И не проберусь Я, конечно, в полном расстройстве Думаю, что же мне, как же мне быть Думаю, надо мне искать Какое-то другое место Для строительства своего балагана Для пристанища Я повернул обратно Иду и везде, где есть Какие-то вот тропинки, дорожки Куда можно съехать на машине Я их все проверяю И так я вышел там На небольшую деляночку такую Она между дорогой и сенькой Такая, ну, приблизительно Хороший футбольный стадион Посмотрел Место неплохое Место такое Обошел Сходил Перешел через эту делянку Там хорошая такая На гриве Полоса леса Ельник когда-то был посажен Он уже вырос такой Метров по пять Место густое Закрытое Хорошее Валежника полно Что для дров И для строительства В общем-то, очень важно Много жерняка Каркас построить Для балаганов Ничего таскать особо не надо Ниоткуда И машину есть где поставить Съехал с дороги В делянку Тут справа Я в ельник Смотрю Место такое Туда заехал В елках машина стоит Ее особо В общем-то и не видно Не, ну как сейчас Туда заехать На другой машине То ты ее увидишь И по снегу Естественно Кто-то будет ездить Обязательно увидит Что сюда машина заехала По следам Думаю Ну ладно Как-то это все Я тут походил Наткнулся там На лося Лось от меня убежал Думаю Вот тут еще и зверье Такое входит В общем Ну место нормальное Речка близко Воды взять Есть где Ну нормально Да Это вроде как бы На самом въезде В угодье Но с другой стороны Мы же знаем Да Принцип нашей жизни Надо въехать Вот это начало Проскочить И уехать как можно дальше Потому что чем дальше Тем вроде бы лучше Дальше Чем глубже в лес Тем больше дров И грибов А тут думаю Да ну так и будут Все мимо меня проезжать А я тут вот И запаркуюсь Походил Да и поляночка такая Там в ельнике Такая ну Я не знаю Там может быть метров Пятнадцать на пятнадцать Думаю Как раз Полаганчик Поставить А я уже к этому моменту Подготавливался Я уже придумал Что я сделаю На месте каркас Обтяну его Баннерной тканью Туда я уже сделал Из старого бачка Печку Трубу Согнул из листа железа Все это приготовил В общем Все заготовился Для того Что мне понадобится Гвозди Там инструмент Какой-то Все это у меня Уже было приготовлено Все это было сложено В прицеп А я-то приехал Только на разведку В общем я решил Что да Именно на этом месте Я затабрюсь Уже к концу дня Я где-то Ну часа может В три В четыре Ну в пятнадцать В шестнадцать В смысле Я стал возвращаться К машине Опять подошел К этому разрушенному Мосту Через Сеньгу Там смотрю Стоят какие-то Опять мужики Они Тут вроде Строят что-то Я говорю Мужики Ну что Как Что К чему Они говорят Да вот Да это вот Мы тут разрушили Мы будем восстанавливать Я говорю А сколько вам На это времени Понадобится Они Да я не знаю Вот мы заказали Такие огромные трубы Мы их положим сюда На них будем Накладывать уже дорогу Чтобы вроде Попрочнее как-то было В общем Непростой Деревянный мост А что-то уже Посерьезнее По времени Ничего мне не сказали То есть Это все Как бы затягивается На неопределенное время И я так думаю Ага Вот это место То я выбрал Если мост Через Сеньгу Сделают То я в общем-то Туда смогу Проехать И оттуда выехать В любую погоду Даже вот В ливневые дожди Потому что Дорога песчаная До этого места Делянка сухая Свернул Спокойненько И если надо Оттуда выехал Ну все В общем решил Приехал домой Думаю Ну что Ну сколько Ну надо подождать Хотя бы неделю Может быть за неделю Они сделают А информаторов Никаких С тех краев Уже нет Чтобы вот так Позвонить Спросить Сделали Не сделали Думаю Ну надо мне Хоть было у этих Бо мужиков Дураку телефон-то взять Чтобы хоть Там Позвонить Да узнать Ну не сообразил И на старуху бывает Проруха Прошло Две Наверное с половиной Недели Я опять собрался И уже Поехал туда С прицепом Повез туда Там Ну остатки Каких-то у меня Тут отстройки Доски были Там Чтобы нары сделать Ну в общем Что мог там Какой-то Из ДСП Щит Чтобы сделать Стол Вот все Печку эту Положил Тенты эти Туда положил Рекламные Щиты Собрался И поехал Приехал туда Взял с собой Уже собаку Приехал туда С вечера Думаю Так Мне прежде чем Приступать К строительству Мне надо Сначала подготовиться Мне надо Заранее Наготовить Еды Чтобы я В течение дня Потом там Пока строил Не отвлекался А просто остановил Там Прекратил работу Поел Да И быстренько Хоп Опять начал работать Потому что Мне надо В общем В машине Переночевать Ну пару ночей А дальше Я уже буду С печкой Под крышей И там уже будет Гораздо комфортнее Чем в машине Потому что В машине Во-первых Тесно Во-вторых Во-вторых В машине С собакой В-третьих В машине Тепло А уже заморозки Такие начинались Даже минусовая температура По ночам Ночью-то Ну сколько Ну это надо спать С заведенным двигателем Чтобы было всегда тепло Ну а как спать Когда машина у тебя работает Я вот например Не уснул Мне надо все выключать Поэтому приходилось Там ночью проснуться Часа два Ее погонять Потом Заглушить И через 30 минут Мне опять холодно Как на улице В общем Я еду Приготовил И залег в машине Спать И вот утро Ранее Я лежу Машину завел И так лежу А я лежу головой К рулю А ногами туда В багажник И там у меня В багажнике Собака И у Хонды У нее задняя дверь Она Стекло такое Я панорамно Все вижу И вдруг я вижу Картину Что со второго заезда В эту делянку Было два заезда Я по ближнему здесь А там есть дальний Выезжает уазик Патриот И идет толпа народа С канистрами Это что за фигня Что это за туристы Такие тут высадились Куда они Чего они Оказывается А это уже был Слушайте Это уже наверное Был октябрь месяц Это наверное Были первые числа Октября Что-то я тут С датами уже Поднапутал Надо записи смотреть Ну в общем Это не суть Важно Это ничего не меняет А они приехали Сжигать Порубочные остатки И люди то В общем то Ну Бомжей Набрали Всяких бомжей Которые вот там Пилили бы И все это Кучи вершинников Все это бы сжигали Думаю Вот е-мое Я же при них Строить ничего не буду Я же рассекречу Сразу свое присутствие Я что делаю Я беру собаку Беру ружье Позавтракал Машину закрываю И ухожу просто В лес охотиться С собакой Проходил я там Целый день Возвращаюсь Я думаю Ну они тут так ретиво взялись Ну они сейчас Все тут за день Сожгут Смотрю Нифига Прихожу Они все жгут И жгут И у них еще Конца края не видно Я к ним подошел Поговорил Они говорят Ну дня два-три То точно будем Здесь сжечь Да Приехал Приехал Я значит Собираюсь Думаю Нечем мне тут Тогда сидеть Я на разворот И опять Домой Приехал домой Неделю А мост Через Сингу Уже сделали Да Я забыл сказать Уехал я домой Проходит Наверное Дней пять Я опять Туда поехал Приезжаю туда И удивляюсь Да Порубочные остатки Все уже сожгли На делянке Стоит вагончик И работает Бригада Лесорубов Оказывается А я это еще В первый приезд Отметил Что Не все Заклеймленные На делянке Деревья Вырезаны Там такой Закуток Ксеньги Остался Не выпиленный И вот Они его Приехали Допиливать Я тоже К ним подошел Разговорился Ребята Молодые Четверо С Украины У них Трактор Вагончик Вот они Один тракторист И три С бензопилами Бегают Блин А Ну и как Вот как Я вот сейчас Начну Вот это Все дело Строить И в какой-то момент Я уеду Они просто Напросто Разорят Там ничего Оставить Будет нельзя Ни продукты Ничего Они же будут знать Что вот я здесь Вот построил Эту штуку Они все Разговорят И где я их Потом искать буду Их с делянки На делянку Перебросят И все Все пропало Ё-моё Разворачиваюсь И опять уезжаю Приехал опять домой Мой жена До мной смеется Я сам Не знаю Не то плакать Не то смеяться В общем Все как-то Очень неудачно Прошло еще Какое-то время Я опять Собираюсь Приезжаю туда Они продолжают Работать Думаю Ну у меня уже Все Край Ну мне уж Когда Начинать Охотиться Мне еще Строить надо И думаю Да пошли они Нафиг Я Начинаю Все это дело Перетаскивать Они ко мне Подошли Парни кстати Оказались Неплохи Но они молодые Им по 20 Там По 30 лет Они ко мне Подошли Говорят Ой как хорошо Я говорю Ну так Разговариваю Да вот я хочу Тут они Да Это было бы Мы тут как в тюрьме Сидим Нас никуда не выпускают Нам хоть живым Человеком Пообщаться Хоть узнать Что там На улице За пределами Леса Делается И они С удовольствием Мне помогли Они мне Все туда Перетаскали Я потаскал Полдня Они мне Все Бам-бам Все эти Строиматериалы Все Печки Все туда Утащили Если надо Николаевич Мы тебе Все построим Тут сейчас Поможем Я говорю Слушайте Вы занимаетесь Своими делами Я говорю Я тут сам Все разберусь Не торопясь Вдумчиво Я говорю Вы занимайтесь А то приедет Ваше начальство Я говорю Только начальству Про меня ничего не говорите Стоит машина Стоит Приехал охотник Ушел куда-то Все Ну договорились И потом Вот я понял Что в общем-то Мне надо было Вот в тот первый приезд Когда они здесь были Вот в этот день И начинать Во-первых Они на этой делянке Жили И парни оказались Очень неплохими И они бы За всем бы И присматривали Я им Привез хлеба Там Потом вот ездил У них же транспорта нет Кроме трактора Никакого Я им съездил Сахара Там хлеба Макаронов Купил Что-то еще Привез им В общем Сдружился с ними Нормально А они откуда-то Вот Живут на границе Белоруссии И Украины Ну украинцы они Хорошие парни Хорошие И в общем Все с ними Сдружился Все это дело Построил И получилось так Что я построил Все За один день Ну практически Во всяком случае В этот день Вечером Я уже ночевал Не в машине А В балагане Пусть еще не совсем Доделанном Но уже обтянутом Этой баннерной тканью С затопленной печкой На нарах На матрасе Под одеялом С подушкой Собаку привязал В общем Все шикарно Все шикарно В pile Свято Пусть Неб их В общем Пусть еще не Обустроился Еще вечером к ним, к парням Вагончик погостить сходил У них там жара Они меня, давай этим угощать Я говорю, да мальчишки, ничего мне не надо Говорю, вы тут сами давайте ешьте А у меня была с собой фляжка С водкой Я, в общем-то, угостил их Ну и дружбу закрепили Потому что ничто так не сближает Людей, как водка И общие интересы К ней Ну и в общем так вот Начался там мой сезон Сезон, надо сказать, для собаки Был вообще первым Я ходил по угодиям Я мало что там уже Узнавал Не в плане местности Я понимал Ориентировался Вот это просик, вот по ней я ходил Вот здесь я видел рысь Вот это вот на это озеро выходит Это сюда Но везде какие-то делянки И вот эти лесовозы Они всю ночь идут, 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 идут Ну, не важно Конечно, я там особо-то ничего и не наохотил Но до Нового года я туда ездил Парни этих потом перебросили На другую делянку И мне стало как-то и скучно И самое главное Машину-то я ставил к их вагончику Машина-то всегда была под присмотром Даже если кто-то заезжал на делянку Машину ставит Может она и их машина Ее никто не трогал А когда они уехали У меня машина получалась брошенная Я иногда среди ночи Просыпал, слышу Мотор или там фары Мне там окошечко у меня Специально было сделано в сторону машины Смотрю, раз Как-то свет Ну, я чувствовал Потому что, ну, привык я Так тревожно, довольно внимательно Спать в лесу, в тайге Встаню, смотрю, оп, кто-то на делянку заезжает Все, подъехали к машине Стою, смотрю Сигнализация сработает или нет Думаю, ну, а что Сейчас они вдарят вам поленом Палкой по стеклу Ну, и уедут Ну, спугну я их В общем, как-то было тоже довольно тревожно И об отсутствии этих вот Украинских парнишек Я, конечно, уже жалел Ну, охотился я так немножечко Походил Посмотрел Зверя, конечно, там стало намного меньше Народу намного больше Этих Андатр, которых раньше по Сенге было полным-полно Что-то я вообще не увидел Рыбу я тоже не половил Ну, время, в общем, до Нового года Я приезжал Вот я жил там Неделю жил Потом там Допустим, на неделю уезжал Потом опять приезжал Потом на несколько дней уезжал И так вот я мотался Сезон проохотился Ну, в общем-то, он был не столько охотничим Сколько Ностальгическим Конечно, я на все на это смотрел Выходил я туда и к базам Прошелся и Там по другим каким-то Известным мне местам Встретил местных там тоже охотников Вот с ними вот этих лесорубов Местных Которые начальниками были Вот у этих украинских парней Бизнесмены В общем-то, со всеми Сошелся нормально Со всеми опять Наладил какие-то отношения Ко мне там и в гости люди приходили Вот, в общем Вот такое у меня получилось Возвращение Конечно, это уже места были не те Раньше, когда я там работал В 92-м году Ну, людей там было мало А сейчас там сплошные туристы Квадроциклисты Снегоходчики Все ездят И днем, и ночью Туда-сюда Какие-то туристы Походники ходят С этими туристами Походниками Смех был Я когда первый раз приехал И вот с этим шестом-то Я переходил Через поваленное дерево Через Сеньгу моста Я уже когда вернулся Я стал назад переходить Я из кустов шест вынул И по этому бревну С шестом перешел Мужики стоят смотрят Говорят, о, наш человек-то Соображает, как надо По валежнику переходить Я говорю, а что тут мудреного-то Тут, говорит, столько уже туристов За сегодняшний день прошло С этого бревна, говорит, человек пять уже упало Одна девка, говорит, вот так вот Села И передвигается Потом, сля, у нее, говорит Вот так вот на заднице все и оторвалось Мы, говорит, тут все над ней хохотали Пока я с ними разговаривал Идет еще группа туристов Мужик какой-то в возрасте Потом парень Девчонка Не помню, человек их три или четыре Вот, и они так А идут, вот понимаете Вот они идут Я-то в резиновых Там все понятно Да, и вот эти лесники в резиновых А это же идут в белых кроссовочках В лес Ну и что-то разговорились Я говорю, а вы куда вообще хотите выйти-то Да мы хотим на Шатуру выйти Мы вот до Петушков из Москвы доехали Сюда пришли Вот сейчас здесь лесом пройдем на Шатуру Там сядем на электричку И уедем в Москву Я говорю, ребята Время четвертый час Вы что, смеетесь что ли? Я говорю, вы представляете Сколько вы потратите времени Идти до Шатуры Даже вот просто по дорогам Я говорю, вы сейчас же выйдете На Баженовскую Потом на Мишеронскую дорогу Потом туда поедете Я говорю, да вы что? Я говорю, вы хорошо, если к утру придете Я говорю, какая последняя электричка на Шатуру? Вы вообще И как вы через эти болота Они, мы не хотим Мы напрямую пойдем Я говорю, как вот вы В этих кроссовочках Пойдете по этим болотам Я говорю, а на ночлег вы как будете останавливаться? У вас ничего нет Я говорю, ну как можно Вот так вот в лес соваться? По-глупому Они так постояли, посидели Термосы достали Чайку попили А что же нам делать? Я говорю, да разворачивайтесь Идуйте опять в петушки На электричку Езжайте в Москву Я говорю, вам надо Уж если вы хотите Вот такой маршрут Проделать через петушки На Шатуру И опять в Москву Я говорю, вам надо ехать На ранней какой-то электричке Чтобы там часов в 6 утра Быть уже в петушках Пока вы дойдете Пока дышать Я говорю, хорошо Если вы придете Вот действительно там Часов в 11 В Шатуру Вечера Я говорю, ну человек Не может столько времени Идти не отдыхая Вам надо кушать Вам надо отдыхать А если начнется дождь Я говорю, у вас даже Накрыться нечем Я говорю, у вас хотя бы Топор есть Нет топора Вот у нас ножичек Вот такой вот есть Вот ножичек Я говорю, да че вы А дрова-то вы как будете Заготавливать Какой ножичек Че в лесу без топора-то делать-то И они так покрутились Я говорю, ребята Давайте, говорю, все Залезайте в мою машину И поехали Я вас довезу В петушки до вокзала Дуйте вы в свою Москву И не забивайте себе Такими походами голову Потому что к походам Надо готовиться Серьезно Вдумчиво Я говорю, а не так Что вот доехал И побежал куда-то Я говорю, это вам не в парке В Лосиностровском парке То, наверное, посерьезнее Надо к этому вопросу подойти Потому что там тоже Можно куда-то уйти Ну, в общем, увез я их До петушков Высадил Я их, правда, не на вокзал А тут около этого Стадиона высадил Говорю, вот по прямой Вот так вот идите Я говорю, и выйдите Прямо на станцию петушки Вот такое у меня было возвращение Оно и ностальгическое И какое-то и удачное Неудачное В общем Второй попытки я уже делать не буду Потому что мудрый человек Не зря сказал В одну реку дважды войти Нельзя Поэтому и не стоит пытаться Надо искать какие-то новые варианты И вот я сейчас уже второй год Рассматриваю вариант Приобретения какой-нибудь хибары В Костромской области Ну, так, чтобы вот мне отсюда ездить Порядка, там, я не знаю Трехсот пятидесяти Пятисот, может быть, километров В какую-то деревеньку Там останавливаться И по окрестным лесам Просто ходить с собачкой Там, конечно, побогаче, чем у нас У нас-то тут один народ В прошлом году Мы с приятелем туда ездили До Шарьи ездили И даже до Пыщуга почти доехали Вот, в Макарьевском В Мантуровском районах Побыли Пообщались с местными охотниками С местным населением В общем, я так понимаю Что есть смысл Мне, как охотнику Ну, как-то там заякориться Чтобы ездить туда на охоту Там, допустим, уезжать В сентябре, да И где-то там В конце ноября, допустим Оттуда возвращаться Ну, может быть, один-два раза Оттуда приехать домой Вот, вот я сейчас завершу В этом году газификацию дома Чтобы у меня все это было Так отапливалось Чтобы я отсюда мог спокойно уехать И в тепло приехать Вот, поэтому, друзья мои, товарищи Вы уж меня еще раз простите Что я вот так вот нерегулярно Выхожу с вами на связь Ну, все какие-то Ну, не блогер я Ну, проще Я охотник, я не блогер Поэтому прошу Отнеситесь к этому с пониманием Вот так вот Если, конечно, что-то показать Что-то рассказать Я, конечно, расскажу И покажу Ну, в общем-то Все на нерегулярной основе Не держите на меня зла До свидания Всего вам хорошего Всего доброго Когда выйду на связь в следующий раз Не знаю Обещать пока ничего не буду Все До свидания Субтитры сделал DimaTorzok